Дорогие друзья, давайте перед началом, как всегда, проверим звук. Напишите, пожалуйста, в чат, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно. Поставьте ваши плюсики и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Так, да, Максим, спасибо. Как у остальных, нужно ли сделать потише, погромче, звук, нет ли при звуке посторонних каких-то шипений и всего прочего, да, если все окей, то поставьте, пожалуйста, плюсик. Максимально все, у кого есть такая возможность, да, подойти к вашему экрану, клавиатуре и набрать это в сообщениях, да, для того, чтобы уже я смог продолжить. Собрать, по крайней мере, от нескольких человек, да, спасибо, Антон. И, поняв, что все в порядке, уже мы смогли двинуться дальше. Отлично, да, я вижу, что плюсики пошли. И, собственно, мы с вами можем начинать. Рад вас приветствовать сегодня, как каждый понедельник в 19.30 по Москве на нашем ежедневном вебинаре, на котором мы смотрим, что произошло на неделе предыдущей, смотрим, что нас может ожидать на неделе предстоящей и строим, так скажем, планы. Вебинар у нас называется, там, онлайн обзор текущей ситуации на финансовых рынках. Безусловно, основную часть вебинара мы посвятим тому, чтобы посмотреть, что происходит по основным инструментам. И также, коллеги, я напоминаю, что у вас всегда есть возможность задать ваш вопрос либо в ходе самого вебинара, либо написать мне уже на почту после него. Но пока мы находимся здесь, сейчас, онлайн, подготовьте ваши вопросы, которые у вас могли появиться. Возможно, они появились у вас не в формате этого вебинара, а просто у вас есть вопрос из трейдинга, который вас беспокоит и который вы хотите задать уже на протяжении большого количества времени. Давайте попробуем, я попробую на него ответить. Просто подготовьте его. На этом вебинаре у нас будет время на вопросы и уже мы их непосредственно обсудим. Прежде чем мы начнем, как всегда, это предупреждение о рисках. Все то, что мы разбираем в формате данного вебинара, не является прямой рекомендацией к действию, а проводится только в целях вашего обучения и ознакомления. Меня зовут Исаков Роман. Представлю для тех, кто впервые на данном вебинаре у нас присутствует. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. Отвечают за такие регионы, как Россия и страны СНГ. В Admiral Markets работаю уже более пяти лет, а мой опыт трейдинга уже составляет порядка восьми лет. То есть, данный вебинар посвящен больше торговле и здесь большая значимость имеет как раз опыт трейдинга. Собственно, то, с чем я с вами и буду делиться. Коллеги, хотел тоже уточнить, есть ли у нас те, кто присутствует впервые на данном вебинаре. Если вы пришли на него первый раз, поставьте, пожалуйста, цифру 1 и я несколько скорректирую по тому регламенту, как у нас выстраивается работа, чтобы вы максимально эффективно смогли включиться в наше обсуждение. Потому что сразу же, так как вебинар у нас идет уже больше, ну, наверное, в таком виде, безусловно, с небольшим изменением, порядка уже полутора лет, и довольно-таки сложно у него включиться, когда вы приходите на первый раз, но я, с той стороны, постараюсь это пояснить. Для тех, кто впервые, возможно, использует платформу вебинар.ру, в правом нижнем углу, где написано «Чат», есть надпись «Введите сообщение», но нет кнопки «Отправить». То есть ее здесь искать не нужно, вы просто нажимаете, набираете ваше сообщение, нажимаете «Enter» и я его увижу. Фактически у нас с вами единственный способ общения, который есть, это чат, где я вижу ваши вопросы и вижу обратную связь от вас. Могу на что-то ответить, да, что-то помочь подсказать. Так, коллеги, прежде чем мы начнем, да, я хотел узнать, повторю еще раз свой вопрос, кто у нас присутствует впервые на данном вебинаре. Те, кто впервые, поставьте цифру 1, да, ну, давайте, чтобы всем было интереснее. Те, кто не первый раз, поставьте цифру 2. И, собственно, посмотрим, кто у нас, какое соотношение, те, кто пришел впервые, кто, кто нет. Так, Ольга 20, то есть уже 20 раз, вероятно, отлично. Да, ну, я вижу, что большинство участников присутствуют уже не первый раз. И, тем не менее, я хотел, коллеги, напомнить о том, что у нас есть YouTube-канал, на который, если вы еще не подписаны, я рекомендую подписаться, потому что в рамках данного YouTube-канала вот каждое утро я добавляю уже ежедневный онлайн-обзор, на котором мы обсуждаем те события, которые актуальны вот именно на сегодня. Потому что то, о чем мы с вами поговорим в ближайший час, да, может потерять свою актуальность уже завтра утром. И вот как раз для того, чтобы вы были в курсе важных изменений на финансовых рынках, мы специально для вас, команда Admiral Market, записывали данное видео, для того, чтобы вы всегда были в курсе. Это видео длится буквально 4-5 минут, но основные инструменты оно охвачивает. Вот для того, чтобы не пропустить, подпишитесь на YouTube-канал, и завтра вы его увидите. И плюс у нас также есть планы по смещению нашего еженедельного вебинара, тот вебинар, который провожу я по понедельникам, который проводит Фердерик по вторникам, а также формат YouTube-трансляций. Поэтому, если вы не хотите пропустить это видео, которое, вероятно, уже со следующего понедельника будет выходить в то же самое время, но на нашем YouTube-канале, то есть через онлайн-трансляцию, мы обязательно об этом еще дополнительно сообщим, то подпишитесь на канал, и вы обязательно уведомления получите. Также, коллеги, для ваших вопросов я дублирую свою почту, вы можете написать мне по, ну, пожалуй, наверное, по любым вопросам, которые у вас возникают по, я имею в виду, связанные с трейдингом, связанные с работой с Admiral Markets. Вот все вопросы, которые у вас есть, обязательно пишите. И также я еще хотел напомнить, сейчас я закончу со всеми напоминаниями, идем, собственно, к рассмотрению такой ситуации. Но последнее напоминание, то, что для всех клиентов компании Admiral Markets, у кого фактически уже есть реальные счета, у нас сделан телеграм-канал, в котором мы обсуждаем вот те события, те изменения, которые возникают на рынке непосредственно онлайн. То есть я туда стараюсь скидывать, вот именно когда я замечаю какие-то вещи, которые начинают меняться, скидываю для обсуждения, и там мы уже этот вопрос обсуждаем. То есть это дает вам возможность быть в курсе этих ситуаций. То есть телеграм можно установить на телефон, на компьютер, в принципе, везде. То есть вы сразу же получаете уведомления. Поэтому если вы хотите также попасть в данный канал, сейчас мы будем более активно, ну, я буду более активно его вести, хотя за последнюю неделю, собственно, ничего существенного не менялось, но тем не менее. Если вы хотите получить доступ в данный канал, напишите мне на почту, и я также расскажу, как это можно будет сделать. Ну, окей, если пока вопросов больше нет, будем переходить уже непосредственно к текущей ситуации. Начнем, как всегда, с пары евро-доллара, и сейчас я включаю метатрейдер для того, чтобы показать вам, что происходит. Да, вы, кстати, коллеги, хотел тоже напомнить о том, что, я думаю, что многие из вас обратили внимание, что наши трансляции я провожу на пятом метатрейдере, и вот буквально недавно уже компания MetaQuad сказала, что перестает, да, то есть уже выпускать обновления для четвертого метатрейдера, и не за горами тот момент, когда, собственно, ошибки на четвертом метатрейдере тоже перестанут справляться. То есть пока у них есть еще такая пассивная поддержка этого продукта, у компаний MetaQuad снова в ближайшее время уже есть вероятность, что его перестанут поддерживать, и полноценно только останется пятерка. Поэтому тоже обратите на это внимание. В рамках компании Dural Market у вас есть возможность открыть счет как MT4 и MT5. Если у вас уже есть торговый счет, то вы сразу же можете открыть MT5 и буквально сделать внутренний перевод, что займет несколько минут. И также у нас с сегодняшнего дня фактически все платежи по картам идут без комиссии. То есть вот раньше у нас было до 3000 суммарное пополнение без комиссии, сейчас все платежи будут идти без комиссии. Вот Андрей тоже задает вопрос, а что за акции появились? Андрей, уточните, пожалуйста, потому что много всего появляется, много всего анонсируется. Если немножко уточнить, сузить поиск информации, то буду вам благодарен обязательно отвечать на ваш вопрос. Ну а пока, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик. Если у вас появился метатрейдер, пара евро-доллар, допустим, часовой таймфрейм и все, что с этим связано. Да, отлично. Вижу ваши плюсики. Давайте, коллеги, сделаем таким образом. То есть, сейчас мы, как всегда, я несколько, еще раз, да, в течение буквально нескольких минут проговорю, как мы, на что мы ориентируемся в поиске ситуации на вход в сделку, и потом мы уже посмотрим, что на текущий момент происходит и какие актуальные есть ситуации. Сейчас я включу штуку, которую мне позволяют рисовать. И, коллеги, вот давайте пока схематично, да, чтобы нам плавно подойти к тому, что мы с вами разберем. Представим, что у нас есть тренд, да, предположим, что он восходящий. Предположим, что у нас тренд восходящий, и мы его с вами нашли на дневном таймфрейме. Так вот, фактически, наша с вами задача заключается в том, чтобы находить те ситуации, пока тенденция движется в сторону основного тренда, да, вот эти моменты, когда у нас завершается вот эта коррекция, да, которая у нас, которая присутствует с каждым трендом, и мы входим уже в тот момент, наверное, нужно было красным цветом лучше выделить, давайте еще раз, да, вот так поверх, да, чтобы было прям хорошо видно. То есть, те ситуации, которые у нас дают нам понимание, что у нас тренд основной сохраняется, к примеру, если мы берем этот дневной таймфрейм, и мы ищем возможности пересоединиться к этому тренду уже на меньшем таймфрейме. Как правило, тот таймфрейм, который я рассматриваю для себя, это часовой, да, аж один. То есть, основная мысль заключается в том, чтобы присоединиться в тот момент, когда коррекция заканчивается, и мы присоединяемся к основному тренду. То есть, все, казалось бы, довольно-таки просто и логично, ну, а сейчас мы будем смотреть, как это может работать уже непосредственно на практике. Ключевой, ключевая мысль присоединения уже непосредственно в рамках тренда, в рамках часового таймфрейма, это ситуация, при которой мы видим, что у нас, к примеру, идет коррекция, да, вот вернемся к тому, что мы с вами обсуждали на прошлом вебинаре, да, в понедельник, и как раз ставили план о том, что в тот момент, когда у нас завершится коррекция, которая началась, получается, 8 января, да, в понедельник, как раз она начиналась, когда у нас был вебинар, то есть, вот завершение этой коррекции будет являться интересной точкой для присоединения, почему, потому что у нас основной тренд по паре евро-доллар сохраняется в восходящей, да, с целями движения на 1.25, то есть, мы не стараемся, там, предположить, что, там, европейской экономике не выгодно евро по 1.7, да, или наоборот, он должен быть 1.19, то есть, я стараюсь торговать рынок, если мы видим, что он туда идет, ну, значит, нам нужно идти с ним и не стараться строить свои предположения на основе огромного количества информации, которую нам никогда не переработать, никогда не найти истину и при которой огромное количество факторов, да, могут друг другу противоречить. То есть, моя основная идея заключается в том, что находить тренд и двигаться вместе с ним, да, все, все довольно-таки просто, собственно, чем мы и занимаемся. Так вот, давайте посмотрим, что у нас было на прошлой неделе. В понедельник мы видим, что у нас цена закрылась ниже минимума пятницы, да, 5 января, соответственно, у нас началась коррекция. То есть, мы после того роста, который у нас шел, сейчас мы немножко сместим, но потом это будет видно, шел рост фактически, да, начиная с 13 декабря, да, на протяжении двух недель у нас рост сохранялся, даже более двух недель, а 5 числа у нас началась коррекция. Мы от фазы роста перешли вновь к коррекции. Если мы перешли к коррекции, то что нам это говорит? У нас основной тренд восходящий, значит, завершение этой коррекции является интересной точкой для присоединения уже. И давайте посмотрим, что у нас было, соответственно, дальше. Понедельник, закрепились ниже минимума пятницы, коррекция началась, да, то есть пока с покупками, из покупок, к примеру, выходим, те, которые были открыты раньше, и готовимся искать вновь покупки, но по завершению уже коррекции. Соответственно, смотрим дальше, что у нас происходит. Следующий день опять уходим ниже, минимум у нас доходит до отметки 1.19, и, собственно, вот у нас получаются два дня, два дня коррекционных, а потом на следующий день, вот я отмечаю опять минимум и максимум дня, мы с вами видим, что цена закрывается выше, точнее, сначала пробивает максимум, который у нас был во вторник, 9 января, закрепляется за ним, то есть мы получаем одну свечу, которая и открывается, и закрывается за этим уровнем, и, собственно, мы получаем сигнал к тому, что все, отсюда можно начинать покупать. Вторым вопросом возникает, это когда покупать, да, то есть можно было рассматривать вход по ценам, которые были после фактической свечи пробития, это здесь, ну и важно помнить о том, что стоп-лосс в данном случае у нас в любом, ну в любом случае будет за минимум, который был 9 числа, то есть на отметке 1.19, то есть чем ближе мы фактически войдем к этому стоп-лоссу, тем интереснее для нас будет данная позиция, то есть войдем мы по цене 1.19.50, стоп-лосс будет 87 пунктов, да, войдем по цене 1.19.38, стоп-лосс будет 30 пунктов, безусловно, интереснее входить по минимальной цене, да, я расскажу такое универсальное правило, которое работает в большинстве случаев, дальше уже появляются нюансы, по присоединению, так вот, наиболее часто у нас возникает ретест, то есть у нас возникает уровень пробития максимум предыдущего дня и очень часто, я не могу сказать, что в 100% случаях, да, такого не бывает, но очень часто цена возвращается к этому уровню, то есть тестировать его с обратной стороны, то есть фактически получить коррекцию на дополнительных 20 пунктов мы здесь вполне обоснованно могли, то есть при пробитии данного уровня устанавливается отложенный ордер buy limit на несколько пунктов выше цены максимум предыдущего дня, который был пробит и собственно уже при коррекции мы получаем более интересную цену для входа для себя, то есть мы получаем возможность войти со стоп-лотства, там порядка 60 пунктов, ну и те цели, которые были обозначены, то есть соотношение рисковых было примерно 1 к 3, 1 к 4, то есть уже довольно-таки интересно, ну или когда мы видим, что у нас цена открывается, уже начинается среда, да, мы видим, что у нас цена еще ближе к этому уровню находится, то вполне вероятно вот можно было войти еще и здесь, но уже по рынку, то есть здесь вот нельзя использовать какой-то, ну вот один из универсальных способов, да, это входить с ретеста, то, что мы с вами уже очень много раз обсуждали, но порой появляется возможность войти в принципе по более лучшей цене, то есть все, что будет фактически ниже вот максимума, который был 9 января, у нас получается лучше, то есть там 1.19, 1.19.60, 1.19.50, то есть 1.19.29, то есть все эти цены, они лучше для нас, для входа, потому что мы входим, стоп-лосс у нас фактически остается на том же уровне до момента следующего импульса, до обновления максимума, соответственно, 10 января, который у нас был, то есть мы обходим со стоп-лосса на 1.19.10, фактически мы ну вот при самом максимуме мы могли войти с риском ну там 20 пунктов. Понятно, что так войти не будем даже рассматривать этот вариант, теоретически это возможно, но это уже больше, с большей вероятностью это можно назвать везением, но тем не менее, если мы видим вот данный сигнал, что цена уже подтвердила свой настрой двигаться выше, мы далее уже видим коррекцию ниже данного уровня, то фактически каждая цена для нас дает возможность войти по более интересной цене. Вот Иван задает, да, вот я вижу несколько вопросов, сейчас вернулся в чат, вот Иван задает вопрос, в своем анализе вы используете волны Эллиута, я отвечу таким образом, возможно я использую волны Эллиута, но я, так скажем, в своем анализе я использую те наблюдения, которые я для себя разработал, да, то есть я знаю про волны Эллиута, про 1, 2, 3, 4, 5, потом АБЦ коррекция и все прочее, да, я для себя стараюсь больше это, ну, найти практическое применение, потому что Эллиут написал очень много, очень много классификаций по волнам, да, которые, я думаю, что могут быть действительно полезны, но не всегда применимы на практике, вот, я со своей стороны для себя, ну, стараюсь это максимально упростить, потому что мне кажется, что чем проще торговая система, тем ее проще понимать, тем лучше она работает, да, и тем, ну, проще с ней делиться, да, вот то, что мы с вами делаем, сказать, что это волноватер, ну, да, да, здесь есть волны, но в том, что я делал, не лежит, там, сто процентов волновой теории Эллиот, потому что я ее пытался даже читать, да, не прочитал, то есть она у меня только на основе каких-то базовых понятий уложилась, ну, такое бывает, нужно почитать большое количество книг о трейдинге, что-то подходит, что-то не подходит, потому что каждый из нас индивидуален, это тоже важно учитывать, то есть нет одной системы, которая подойдет всем. Ирина, да, вот спасибо вам за обратную связь, я действительно надеюсь, что это полезно, и вы для себя находите полезную информацию на наших вебинарах, это, наверное, самое, самое, приятное для меня, как для ведущего этого вебинара. Оксана задает вопрос, на дневке можно сказать, коррекция на часовике нисходящей, как можно оценить этот тренд? Доллар-иена, давайте мы дойдем до доллар-иены, и я уже тогда вернусь к вашему вопросу, на него отвечу, закончим сейчас пока с евро-долларом. Так вот, что у нас сейчас, да, происходит, фактически у нас фаза роста, она вновь продолжается, мы с вами можем уже в рамках, ну вот, с самой моделью входа мы с вами поговорили, да, ближайшая цель бывает, ну, фактически, вот обновить 1.20.90, уйти выше данного уровня, и потом уже пойти на следующие ориентиры, которые у нас уже, ну, фактически находятся на отметке 1.25, 1.25, потом 1.26.70, и, собственно, дали на 1.27. Мы можем сделать предположение, что на каком-то из этих уровнях цена остановится, но пока она движется именно туда, то основная мысль заключается в том, что тренд сохранится, то есть мы уже, ну, с точки зрения последнего формирования, до восходящего тренда, цена прошла уже, ну, порядка полторы-полутора тысяч пунктов, она может пройти еще столько же, только после этого тренд поменяется, то есть не нужно стараться продать как можно выше, да, поймать какой-то максимум, купить как можно ниже, да, то есть не основываясь на поведениях цены, не используя какие-то основные характеристики и закономерности, то есть стараться переломить тренд, то есть вот, если тренд сохраняется, то нужно двигаться вместе с ним, пока идут покупки, с точки зрения уже разворота, то есть когда можно делать предпосылки на ожидание, да, что цена пойдет там на 1.02, вот, к примеру, некоторые, срочный уровень, с точки зрения четырехчасового таймфрейма, это будет возможно, да, то есть только если цена уйдет сначала ниже отметки 1.19.13, да, не минимум, то есть оно будет меняться постепенно, сначала уйдем на 1.19.13, затем на 1.15, вот если уйдем ниже 1.15, тогда на 1.02 мы можем евро-доллар ожидать, пока мы не получаем это подтверждение, то у нас, мы принимаем во внимание то, что у нас основной тренд сохраняется восходящий, собственно, в сторону него мы и работаем. Что, что у нас, собственно, сейчас мы можем ожидать? Ну и понятно, что в рамках дневного таймфрейма мы подходим к историческим максимумам, где евро-доллар здесь не было уже очень много лет, да, фактически вот на этих уровнях 2012 евро-доллар не видели, вот опять мы заходим в тот канал, я думаю, что многие из вас помнят тот канал на месячном таймфрейме, да, который у нас был, сначала мы долго-долго не могли пробить вниз, а вот стоялись все на отметке 1.22 от него отбивались, уходили вверх, отбивались, опять уходили вверх, и, собственно, здесь в 2015 году его пробили, но вот сейчас есть все предпосылки опять зайти в этот диапазон и, вероятно, выйдет евро и по 1.39, по 1.50, но, безусловно, на это может потребоваться несколько лет, ну, посмотрим, как будет идти. А, собственно, покупки, покупки сейчас остаются в паритете и коррекции, которые будут появляться, на текущий момент и завершение этих коррекций, вот как мы с вами рассматривали, а в начале прошлой недели будут являться интересными точками для присоединения. То есть, покупать не просто, да, если вы еще находитесь вне рынка по данной ситуации, то, на мой взгляд, наиболее эффективно присоединяться на коррекцию, то есть, ждать коррекции и уже входить по коррекции. Далее у нас на очереди пара британский фунт, британский фунт американский доллар, посмотрим также более крупный таймфрейм, ну, собственно, если мы смотрим месячный таймфрейм, то мы довольно-таки хорошо видим то, что британский фунт пытается отработать то, что было вызвано Брекситом. Вот опять же, у нас был диапазон, да, нижняя граница 1,3762, которая выступала поддержкой в 2001 году, в 2008 году, а вот в прошлом году она, уже, точнее, позапрошлом году, она, к сожалению, не устояла, и мы увидели британский фунт на отметке 1,19, практически, ну, довольно-таки недалеко уже оставалась к паритету с долларом, в течение того, что при максимальной значениях доходили до 2,211, то есть фунт в более чем в два раза дороже доллара. Так вот, сейчас ситуация с точки зрения технической картины несколько восстанавливается, мы видим сохранение роста, который у нас начался периодически с весны 2017 года, да, на протяжении года у нас британский фунт планомерно растет, и на текущий момент делан под посылки предположение о том, что это и тенденция сохранится, поэтому присоединение, опять же, по британскому фунту будет актуально на покупку для того, чтобы пройти уже далее на 1,40 и и так далее. Один из важных уровней, который мы на текущий момент можем отметить, находится на минимальных значениях, которые мы видели в конце прошлого года, последний уровень для дневного таймфрейма, я бы отметил на отметке 1,30 36 для дневного таймфрейма, то есть вероятность снижения до 1,19 и так далее, будет актуально, если мы увидим британский фунт ниже данного значения, ниже данного уровня. Что у нас локально? Здесь более интересно. Фактически у нас рост начался в конце прошлого года, 27 декамбря. Мы вышли из этого боковика небольшого трехгольника, который у нас был сформирован. Мы закрылись выше максимума, который у нас был 26 декабря, и собственно начинается рост. Далее у нас эта картина сохраняется, то есть каждый последующий минимум идет выше и выше предыдущего, и эта ситуация поменялась на прошлой неделе. Все таки мы ушли в небольшой боковик, у нас был день 8 января, 5 января тоже примерно те же уровни торговались, а вот уже 9 мы ушли чуть ниже, закрепились ниже этого уровня, у нас началась коррекция. Мы также по британскому фунту ушли в коррекцию. Что у нас поменялось потом? Потом 11 у нас был сформирован день, локальный минимум, закрылись высшие открытия, и вот уже 12 января мы получили полноценное пробитие, закрепление выше максимума, которые были 11 января, что нас возвращает к покупкам, но к сожалению не дает какой-то действительно адекватной возможности присоединиться по рынку. Такое тоже иногда бывает. Мы фактически за один день прошли расстояние в 200 пунктов, хотя до этого британский фунт выходил на 60 на 70 пунктов. Прошли за неделю примерно недельную волатильность за один день. И те ситуации, которые позволяют присоединиться к примеру на коррекцию, здесь британский фунт не дал. К этому тоже нужно быть готовым. Поэтому на текущий момент в рамках часового таймфрейма у нас все сохраняется, тенденция сохраняется на укрепление и следующие цели движения на 1.38.69. Те коррекции, которые будут сформированы по ходу движения и завершении этих коррекций, безусловно, с разумным способом присоединения, с разумным входом, дают также интересные точки для присоединения. рост по фунту у нас сохраняется. Вернусь в чат, посмотрю, нет ли вопросов. Как вы определяете эти уровни? Индекс доллара падает, евро растет. Иван, вы имеете ввиду, я увидел ваш вопрос по уровням. Как я уже сказал, один из ключевых уровней, которые я использую, это момент перелома смены тренда. То есть, когда у нас на часовом таймфрейме меняется направление, то есть, мы там несколько дней, к примеру, снижались, потом уже покупатели перехватывают инициативу, то есть, объемы переходят на сторону покупателей, и рынок начинает двигаться вверх. То есть, фактически, цена это след всех участников, почему мы смотрим часовой таймфрейм, но за день. У меня я использую такую вещь, которая входит в набор индикаторов, который называется Supreme Edition и используется как для четвертого, так и пятого метатрейдера, в котором есть индикатор Admiral High Low, High Low, то есть, максимум, минимум, который показывает максимальное и минимальное значение за предыдущий торговый день. Вот, фактически, те линии красные и зеленые, которые у меня нанесены, вот я ссылочку приложу в чат, для скачивания. Зеленое это максимум пятницы, да, получается, на часовом таймфрейме, а если мы смотрим, вот максимальное значение, которое было красное, это минимум, да, также пятница, то есть, за сутки. Если у нас возникает перекос, то есть, сначала у нас несколько дней мы снижались, максимум шел ниже, ниже и ниже, то тот момент, когда покупатели опять перехватывают инициативу, начинается рост, это как раз один из моментов, когда цена начинает двигаться в сторону основного тренда, то есть, закончилась коррекция, входим по тренду, то есть, основная идея такая, безусловно, возникают периодически какие-то ситуации, которые выходят за рамки, но мы стараемся тоже разбирать. Индекс доллара падает, евро растет. По поводу второй части вашего вопроса не совсем понял, то есть, ну, фактически так и будет происходить, то есть, если индекс доллара идет вниз, значит, доллар тоже преимущественно идет вниз и, значит, евро-доллар будет расти, то есть, это уже как констатация факта получается. Да, если, Иван, я на какой-то вопрос не ответил, да, возможно, что-то упустил, напишите, пожалуйста, чуть более подробно, чтобы я смог там пояснить. Спасибо. Ну, а мы с вами двинемся дальше, у нас на очереди пара американский доллар, канадский доллар. Собственно, в рамках дневного таймфрейма, да, что мы с вами видим, мы с вами видим, что в декабре мы ушли вот из того боковика, который у нас был сформирован ранее, 12653 нижняя граница 12904 верхняя граница, да, боковик был там порядка 300 пунктов, в котором двигалась цена. И, собственно, после ухода вниз, после выхода из этого канала у нас опять основной приоритет становится на продаже. Собственно, следующие цели, которые мы здесь можем обозначить по последнему движению, которое у нас есть, это 1254, куда также по истечению какого-то определенного времени мы вполне можем прийти, собственно, в рамках уже часового таймфрейма. На прошлом неделе, а именно, собственно, в пятницу у нас было сформирован 11 число, это у нас был четверг, да, это был четверг, был сформирован день, давайте я нарисую, вот у нас день, да, максимум и минимум, на следующий день мы, ну, то есть, вот у нас было это снижение, которое, опять же, длилось там практически две недели, потом мы, вот, пошла фаза коррекции, мы немного скорректировались несколько дней, то есть, фактически, мы не можем просто падать постоянно без остановки, вот те дни, когда появляется коррекция, они призваны на то, чтобы, условно, перезарядить рынок и уже набрать позицию и двинуться дальше, то есть, вот фактически, тот перелом тренда часового, да, на часовом таймфрейме, который возникает, который был 12 января, а в пятницу он и является как раз тем переломным моментом. Собственно, вот мы закрылись ниже данного уровня, была возможность присоединиться по этому тренду, ну, фактически, по цене пробития, да, чуть, чуть, чуть даже выше, был рынок такую возможность давал, со стопом нам порядка 80 пунктов и с целью движения на 150, ну, чуть меньше, чем 1 к 2, если, ну, фактически, была возможность, ну, то есть, находились за компьютером в момент вот этой коррекции, не входили по отложенным ордерам, то это соотношение могло быть еще выше, то есть, до 1 к 3, но, собственно, вот в пятницу мы опять пошли в сторону понижения, потенциал снижения он довольно-таки сильный и он остается, и, собственно, следующие цели по канадцу находятся на отметке 1,2347, туда сейчас, собственно, он и стремится. Пока о новых присоединениях, пример, это только после коррекции, вот интересный вход был в пятницу, сейчас уже ну, мы рискуем больше, чем можем заработать, об этом тоже нужно помнить, поэтому, как следующее присоединение, то уже после ухода ниже отметки 1,2353, то есть, на мой взгляд, это будет разумно, или уже после образовавшейся коррекции, которая будет по канадцу. Борис задает вопрос по поводу целевых уровней. Вот, смотрите, здесь несколько есть способов определить цель, ближайшая в рамках одного тренда и есть цель уже следующая. Давайте я схематично сейчас покажу. Фимоначи я не использую, я использую основное свойство тренда. Предположим, что у нас этот тренд, какая-то его часть, и мы с вами находим возможность присоединиться, к примеру, в данной точке, сейчас я выделю отдельно прямоугольником, то есть вот то, что мы с вами разобрали в рамках часового таймфрейма, нам дает возможность присоединиться внизу этого тренда. Какая у нас цель ближайшая? Мы не берем в пунктах, потому что она может быть абсолютно разной, где-то 100 пунктов, где-то 500 пунктов, это уже зависит от какой-то конкретной ситуации. Берем именно само значение, то есть как цена движется. Если у нас тренд сохраняется, то по его свойствам у нас следующим этапом идет обновление уже максимума, как, прошу прощения, хотел пунктиром нарисовать, давайте вот так чуть-чуть нарисую в сторону, обновление вот этого максимума и затем уже есть вероятность следующей коррекции. основная цель куда мы движемся это вот сюда. То есть собственно входя по тем уровням, по тем ценам, которые мы получаем локально, мы можем уже обозначить цель. То есть это как цель один. Именно по этой цели мы строим соотношение риск-прибыль. Понятно, что цена может уйти выше, но это как бы уже следующий этап. Здесь мы можем закрыть часть позиций, то есть там 50% от нашего ордера и оставить половину. Но когда мы планируем сделку новую, мы должны видеть вот это соотношение. То, что мы заработать можем больше, чем та сумма, которую мы рискуем. То есть должно быть вот это соотношение. Минимум это один-двум лучше, если это будет один-двум. Поэтому и вход на коррекцию является наиболее интересная точка для присоединения. А дальше те уровни, которые возникают, они больше берутся с точки зрения исторических уровней, где фактически цена была. То есть это цель один, которая рассказывает именно торговую ситуацию. Следующая цель уже за пределами этой цели. Мы получаем следующий импульс и там уже ставятся по историческим уровням. Как мы смотрели по евро-доллару 2012 год. Фибоначчи я не использую для определения этих уровней. Да, Борис, надеюсь, что на ваш вопрос ответил. А мы с вами переходим к у нас пара американский доллар и японская иена на очереди. был вопрос от Оксаны. Доллар и иена на дне можно сказать коррекция на часыки нисходящих. Как можно оценить этот тренд? Давайте вместе посмотрим. Начнем с дня, чтобы понять, где у нас все-таки основное направление по доллар иене преобладает. Скажу так, во-первых, посмотрите на тот фактически боковик, который у нас присутствует с весны этого года. Вот такая граница каналов 114 и 107, фактически 700 пунктов канал, где доллар иена таким образом движется. Это не биткоин, где все просто растет и иногда нет возможности присоединиться здесь. На мой взгляд, все более логично и более понятно. Нужно потратить больше времени, чтобы с этим разобраться, а не просто с криптовалютами, где войдешь, подождешь какое-то время, в любом случае будет прибыль, пока это работает. Потом уже рынок сам себя отрегулирует и я думаю, что это все поменяется. Поэтому мы больше концентрируемся на тех инструментах, которые уже давно существуют и которые будут работать до тех пор, пока криптовалюта не завоют какое-то мировое признание. Так вот, возвращаясь к тому, что у нас было. Во-первых, с точки зрения дневного таймфрейма у нас был вот этот выход, который опять же нас возвращает уже непосредственно к продажам. Ну и на прошлой неделе мы обновили вновь минимум. Поэтому если говорить о дне, у нас идет продажа. Целевая область, куда мы можем фактически прийти в течение ближайших нескольких месяцев, возможно, то это уже область на отметке 108. туда сейчас доллар-иена и стремится. Поэтому все коррекции на покупку, которые возникают, они являются коррекциями и завершение этих коррекций является также интересной точкой для пристанения на продажу. Собственно, смотрим, как пример, что у нас было. Опять же, прошлая неделя, 9 января, вот у нас был максимум, который мы смотрели 8 января как раз на вебинаре, затем следующий день мы обновляем минимум, то есть завершается вот эта коррекция, которая была, начинаем двигаться в сторону опять же основного тренда. Был ретест к этому уровню, фактически при входе здесь можно было войти с риском порядка 60 пунктов, сейчас уже цена прошла порядка 230 пунктов. Практически 1 к 4 по данной ситуации здесь можно было получить. Первая цель, которая была в рамках часового таймфрейма это 112, затем уже мы тогда разбирали 111, 110 и так далее. Сейчас мы это уже видим, нет смысла в этом говорить, важно разобрать тот паттерн, который послужил инициация для входа. Ну и собственно сейчас тенденция на продажу сохраняется, цена полномерно снижается, дошли до уровня 110, минимум, который был 27 ноября, его преодолели, ну и собственно дальше уже будем ждать пару американских долларов и японская иена на отметке 108. Безусловно, что могут появиться коррекции, но пока тренд он сохраняет, все коррекции, которые возникают на несколько дней, они дают возможность, во-первых, зафиксировать позицию, то есть выйти из продаж, потому что позиции тоже нужно фиксировать, а уже вновь движение в сторону основного тренда представляет опять же присоединиться и как правило это будет уже по более интересной цене. То есть у нас выход происходит к примеру здесь, потом несколько дней еще длится коррекции и входим мы как правило выше. Но это как правило если коррекция длится ну как минимум больше двух-трех дней. Мы получаем фактически лучшую цену при повторном входе, чем просто открыть позицию и держать. Да, Иван, золото будем рассматривать, но чуть позже, сейчас мы до него и дойдем. Собственно по иене продажи 110, 108 следующие уже уровни здесь все также у нас сохраняется. Как я уже сказал, коррекция, которая будет появляться, дает возможность присоединиться опять же на продажу тогда когда они будут заканчиваться. На нашем YouTube-канале ту аналитику, которую буду выкладывать уже поможет всем сориентироваться в текущей ситуации. Поэтому не забывайте смотреть, не забывайте ставить лайк и писать комментарии, если они у вас появляются. Ну что, движемся дальше. У нас австралиец на очереди. Точно такая же ситуация, которая была на прошлой неделе, 11 января. минимум, давайте вот так, день, 10 января, следующий день, 11 января, закрепились за этим уровнем, была возможность войти при ретесте от, фактически, пробить. То есть, у нас здесь ситуация была такая, вот, был, наверное, вот это лучше разобрать чуть более подробно. вот, был день, когда мы перешли в фазу снижения, вот так я продлю, да, то есть, вот, 8 января, как раз вот этот момент мы с вами на вебинаре должны были обсуждать, я думаю, что мы это делали, мы пересли в фазу коррекции, то есть, после того роста, который был более двух недель, Австралийзис наконец остановился, да, то есть, и цена стала корректироваться. То есть, мы закрепились ниже минимума, который у нас был в пятницу, 5 января, и началась коррекция, но она продлилась недолго, то есть, у нас буквально первый день, 9 января, 10 января, 11 января, уже опять эта коррекция завершилась, то есть, вот, три дня мы постояли в этом боковике, завершилась эта коррекция, была возможность присоединиться, опять же, от ретеста, от уровня, и далее уже двигаться на повышение, то есть, сейчас мы прошли от тех уровней порядка 100 пунктов, ну, а с точки зрения потенциала, который есть по австралийцу, то это движение на отметку 80.58, то есть, от текучих цен еще, ну, порядка 80 пунктов, да, продолжение роста здесь сохраняется. Другие цели, которые возникают уже дальше, это уже движение на 86, но сначала нам нужно показать, обновить максимум, затем опять, вероятно, последует коррекция и так далее, то есть, работа трейдера это довольно-таки рутинное занятие, да, которое в себе подразумевает отслеживание графика и просто следование правил, да, вот, что и требуется делать для результата. По еврофунту здесь, ну, наверное, ничего существенного не поменялось, да, вот боковик, то есть, в принципе, основное у нас направление остается восходящее, евро пока обгоняет британский фунт, по крайней мере, в данной паре, и в рамках дневного таймфрейма у нас пока вот этот боковик, он сохраняется с основным направлением движения уже непосредственно вверх, но, ну, и, собственно, в рамках часового таймфрейма все тоже самое. На прошлой неделе, 9 января, да, во вторник, вот у нас опять сформировалась, была такая формация завершения нисходящего движения, здесь все довольно-таки классически, на мой взгляд, получилось. Вот день, на следующий день пробили, скорректировались обратно к этому уровню и, собственно, пошли к следующему ценовому значению, который находился вот в области 89.26, да, сейчас много скорректировались, но пока основное направление также остается восходящим. Золото, да, по золоту давайте посмотрим сразу же более крупный таймфрейм, недельный, например, фактически у нас здесь все остается в рамках того восходящего тренда, который у нас сохраняется с начала 2016 года, основное направление идет восходящее, следующие цели по движению, которые можем обозначить на период нескольких недель, нескольких месяцев, это движение на 1370 долларов за тройскую унцу, да, именно сейчас туда золото и стремится. на прошлой неделе были коррекционные настроения, назовем это так, 8 января на понедельник, 9 января уходим ниже данного уровня, переходим опять в пазу коррекции, ну, а возобновление роста, опять покупатели перехватывают инициативу, 10 января, то есть мы также видим закрытие выше максимума, который у нас был во вторник, 9 января, тестирование к этому уровню не ушли ниже минимальные значения, которые были и, собственно, рост у нас продолжился, то есть по золоту остается сценарий тот же самый, вход на коррекцию, то есть по завершению этих коррекций, ну, вот с того рост, фактически, вот мы 13 декабря рассматривали покупки, дошли до 1315, да, и только после этого была коррекция, вот 1248, да, довольно-таки продолжительный движение был. Сейчас, собственно, следующая цель это 1359, ну, и далее, как мы уже смотрели, на 1370 пойти. Собственно, вот все по золоту, да, если есть какие-то дополнительные вопросы, то напишите, далее у нас на очереди нефтмарки бренд по нефти. вот здесь как раз были в пятницу попытки начать коррекцию нисходящую, но не все бывает, собственно, точнее, почему торговать тренд гораздо лучше, чем коррекция. Вот сейчас очень хороший пример. То есть, когда мы получили закрытие ниже минимума, которое у нас было 11 января, фактически мы получили сигнал также на присоединение на продажу. Но это продажа против основного тренда, потому что основное направление сейчас по нефти у нас остается восходящим. Ну и глупо стараться переломить тренд, который привел к росту от 44 до 70 и в принципе не столь важно о каком инструменте мы говорим, не берем во внимание особенности самой нефти. Так вот, попытка обойти против тренда она всегда будет более рискованной, поэтому даже если вы используете в своей торговле работу контртрендовой, то старайтесь уменьшать риск, то есть входить в сделку вдвое меньшим объемом от вашего стандартного риска, потому что вероятность такой ситуации, когда получили сигнал, но сегодня буквально несколько часов мы фактически обновили максимум, с которого начался последний этот импульс, что в свою очередь отменяет коррекцию и возвращает нас к покупкам. Что мы по нефти марки бренд, покупки опять перехватывают покупатели, перехватывают инициативу от продавцов, сила продавцов была не такая долгая, и следующие цели по движению это на 71.33 по нефти марки бренд. По индексу DAX, вот опять же индекс DAX это несколько инструмент, который схож с акциями, схож с золотом, то есть это инструмент, который включает в себя фактически диверсифицированный портфель крупнейшей европейской экономики. В индекс DAX 30 входит 30 акций крупнейших немецких компаний. Он уже в себе имеет диверсифицированный портфель. И в принципе как и каждая отдельная акция он заточен на рост. Если компания развивается, то акция растет. Если мы не видим роста цены акций, то значит что с этой компанией что-то не так. А здесь у нас фактически среднее значение. Поэтому сама особенность этого индекса интересна именно покупать. Покупать на коррекциях, покупать на падениях, при условии сохранения основного направления роста. В принципе если валюты всегда входят в большинстве случаев есть какие-то цены которые актуальны в один год, а потом валюты они в принципе и на покупке и на продаже всегда интересны. А вот с точки зрения индексов акций на мой взгляд более консервативный подход он в том чтобы искать именно сделки на покупку. Так вот что у нас сейчас есть по индексу тапс Коррекция началась на прошлой неделе 10 января мы ушли ниже минимумов которые были 9 января сегодня с утра мы видели уже торговлю выше пятницы фактически ценой открытия мы зашли за этот уровень и несколько часов торговались выше фактически сейчас мы можем ожидать возобновление роста даже с текущих уровней но важно помнить о том что уровень стоп-лосс то есть соотношение риск кривля может быть довольно таки интересно но стоп-лосс он должен находиться за минимальными значениями которые мы видели 12 и 11 января то есть на текущий момент предпосылки к росту они сохраняются то что мы видели сегодня с утра вероятность продолжения она есть но этот сценарий будет актуален до тех пор пока индекс дакс торгуется выше отметки 13155 то есть это говорит о том что если мы входим на покупку ставим стоп-лосс за этот уровень и если данный сценарий он себя прошу прощения сейчас я более точно уточню цену да это минимум который был 11 января 13147 то есть именно там должен находиться на текущий момент стоп-лосс по данной позиции по данной сделке с целью движения на 1325 то есть соотношение риска прибыли довольно-таки неплохое поэтому также важный момент то что эта сделка появляется в сторону основного тренда и фактически продолжение роста здесь мы можем ожидать по данному активу ну и биткоин у нас на очереди биткоин коррекция пока все еще продолжается 13 числа это соответственно суббота были попытки уйти выше максимумов которые были зафиксированы в пятницу но собственно это эта ситуация несколько нас возвращает уже к предпосылкам роста мы видим что биткоин в воскресенье скорректировался но мы не ушли ниже минимальные значения которые были как раз в пятницу в четверг зафиксированы то есть на текущий момент мы можем ожидать возобновления роста уже до целевых уровней на отметке в 17 тысяч по крайней мере до тех пор пока биткоин торгуется выше отметки 1200 сейчас точно скажу приблизительно здесь мы должны понимать что значение точно но к финансовым рынкам не всегда применимо но по крайней мере то о чем я говорю это отметка 12803 продолжение падения по биткоину то есть продолжение коррекции оно на мой взгляд будет актуально после ухода уже ниже отметки 12800 а сейчас мы можем ожидать возобновления роста и соответственно движения уже к новым целям на 20 тысяч долларов за один биткоин ну и соответственно уже выше ирина задает вопрос фунт новозеландец вопрос фунт австралиец давайте выберем какую-то одну пару потому что вместе можем ее посмотреть безусловно я думаю что я довольно-таки подробно рассказал о том подходе который я использую и вы могли бы применить его для своего анализа для своих инструментов я со своей стороны готов вам помочь то есть если у вас что-то не получается разобраться пришлите мне сообщение на почту я с вашим вопросом лучше скриншотами чтобы я смог уже вам ответить и мы вместе уже на следующем вебинаре сможем это обсудить поэтому давайте возьмем например то что написала Ирина Владимир прошу прощения ничего личного просто Ирина написала чуть раньше фунт новозеландец и его тоже посмотрим для закрепления то есть у меня этот инструмент не открыть стандартно поэтому я его сейчас найду фунт новозеландец и собственно здесь уже я вот просто честно скажу что для себя я использую только те валютные пары которые идут с долларом то есть валютная пара довольно-таки большое количество но с точки зрения максимальной точной информации ну и более интересных сигналов это по крайней мере для себя да я выбрал это все пары которые идут с долларом то есть евро доллар фунт доллар доллар канадис доллар швейцарец не торгует потому что он с евро долларом практически одно и то же да за исключением некоторых моментов вот алекс задает вопрос по биткоину сейчас коллеги биткоин пока временно не доступен для торговли потому что очень большой вопрос с провайдерами ликвидности которых можно использовать потому что сервис он довольно-таки новый новый инструмент и того качества как примеру по валютам ну я думаю что еще лет пять а то может быть и семь пройдет пока ликвидность станет точно такой же когда спреды будут как по евро доллару да ну и качество исполнения сейчас вот алекс у нас готовится обновление условий в ближайшие 3-4 дня ну в течение этой недели они будут уже опубликованы на сайте мы всех обязательно провестим рассылкой то есть если у вас есть кабинет трейдера то вы эту информацию получите сейчас я вот не смогу ответить но если зададите этот вопрос на следующем вебинаре я думаю что у меня уже информация это будет поэтому впереди обновление торговых слоев оно готовится то есть до этого у нас было плечо 1 к 10 по биткоину потом сначала был 1 к 5 у него одного провайдера затем 1 к 10 и спред в среднем это 1% 1% от стоимости актива посмотрим как будет в этот раз пока вот однозначно вам не скажу итак коллеги фунт фунт новозеландец давайте посмотрим давайте посмотрим начнем с дневного таймфрейма сейчас так как вот инструмент у меня не был добавлен для пятого метатрейдера требуется время для подкачки то есть он в отличие от четверки всю информацию сразу же загружает в себя и собственно что мы здесь видим ну пока вот мне эта информация здесь на текущий момент достаточно то есть мы видим что у нас новозеландец уходит ну фунт новозеландец уходит ниже минимальные значения которые были в начале ноября прошлого года что в рамках вот текущей ситуации у нас приводит пазу снижения и мы можем ожидать его на 1.8252 ну и далее уже на 1.7444 то есть сначала пойдем вот так затем если пробиваем этот уровень то идем ниже ну и собственно все по классике технического анализа то есть на мой взгляд сейчас при посылке именно к снижению да по по данному активу в рамках дневного таймфрейма и уже часовой то есть что у нас происходит локально локально ситуация у нас следующая то есть здесь наиболее интересно опять же искать продажи вот продажи здесь были сформированы к примеру 4 января когда мы ушли ниже минимума то есть завершилась вот эта коррекция которая была ушли вот ниже этого минимума в этой точке ее пробили и собственно началось движение нисходящее затем на прошлой неделе началась вновь коррекция восходящая и вот на текущий момент наиболее интересно для присоединения будет как раз момент завершения вот этой коррекции то есть у нас сейчас есть примерно границы сегодняшнего дня да это отметка 189.77 нижняя граница 188.38 диапазон порядка тысяч 130 пунктов так вот присоединение на продажу будет актуально в том случае если у нас цена уходит ниже данного уровня и ближайшая цель это движение на 8605 то есть в принципе получить довольно таки интересную сделку мы можем да но для этого нам нужно увидеть вот сегодняшний день да дождаться когда он будет закрыт и посмотреть как уже будет торговаться завтра то есть закроемся ниже данного уровня то уже присылки на нисходящее движение у нас остаются вот мои мысли по по фунту новозеланджу итак коллеги если у вас есть еще вопросы которые хотелось бы задать то обязательно их можете написать со своей стороны то есть пока вы думаете есть ли у вас вопросы я хотел напомнить что у нас кому-то напомнить кому-то сказать кто еще эту информацию не знает в среду у нас состоится новый тематический вебинар по торговле по методу по методу VSA Volume Spread Analysis довольно таки популярное направление которое набирает обороты последние несколько лет вот мы тоже о нем решили рассказать поэтому для тех кто хочет получить для себя какую-то новую информацию по торговле по использованию фактически нового подхода в эту среду в 7 часов по Москве в 6 часов по Киеву Таллинну Риге мы проведем вместе с моей коллегой Кирой Юхтенко вебинар на котором в большей степени Кира будет рассказывать про данный подход вот я ссылку приложил ссылку приложил на данный вебинар поэтому вы на него можете зарегистрироваться и посетить Владимир все-таки задает вопрос полфунта австралийцу хорошо я думаю что у нас есть еще пара минут но это будет последний инструмент который мы сейчас с вами разберем день смотрим день сейчас подгружается опять же когда мы смотрим кросс-курс то здесь появляется очень большое количество факторов которые несколько отстранены с точки зрения недельного таймфрейма которые здесь на мой взгляд являются более более показательным на мой взгляд у нас идет рост у нас был день какой-то период вот этих нисходящих движений которые у нас сохранялись затем в апреле 2017 года мы эту картину переломили и фактически у нас идет рост то есть с точки зрения основного направления у нас сохраняется тенденция восходящая на недельном таймфрейме с точки зрения дня то есть вот мы уже берем последний участок вот этот и тут у нас все то же самое критический уровень я бы отметил наверное на отметке либо здесь один здесь уже второй более более серьезно 69 19 по таймфрейму принятие решения то есть по часовому таймфрейму давайте посмотрим мы здесь опять же переходим снова в фазу роста то есть движение в сторону основного таймфрейма коррекция которая была у нас закончилась и фактически вот у нас был максимум примерно 72 31 максимум который был 11 января а в пятницу мы его пробили и сейчас у нас тенденция также остается на укрепление но стоп-лосс со стоп-лоссом за минимум который был 11 января то есть не самая интересная пара для присоединения вот здесь и сейчас потому что стоп-лосс получается порядка 220 пунктов то есть вот здесь нужно тоже иметь ввиду но мои предположения по текущей ситуации это движение уже дальше в сторону основного тренда в сторону основного таймфрейма на 1.74 и далее на 1.76 хорошо коллеги если на текущий момент пока вопросов нет я напоминаю что ваши вопросы вы можете присылать мне на почту я всегда очень рад этим вопросом и стараюсь на них всегда максимально информативно отвечать ну во-первых в вашем письме и уже разбирать в формате нашего вебинара буду обязательно вас ждать на вебинаре который будет в среду готовьте ваши вопросы по системе VSA чтобы Кира смогла вам на них тоже ответить и познакомим вас еще с одним методом торговли который я надеюсь что для вас также будет полезным в вашем трейдинге в вашей торговле всем желаю хорошего хорошей торговой недели ставьте стоп-лоссы ставьте лайки к видео которое вы смотрите не забывайте об этом ну и увидимся уже на наших следующих вебинарах поэтому всем спасибо за внимание и до свидания